Друзья мои, одной из целей нашей поездки по российским городам нашего большого путешествия по большой стране является сопоставительное тестирование бэушных автомобилей. Мы решили посмотреть, на чем ездит, во-первых, народ, а во-вторых, чтобы этот народ сам посмотрел на себя и с нашей помощью сравнил бы свои автотранспортные средства и, собственно говоря, чтобы мы сделали вывод, какая тачка в том или ином классе является лучшей. Понятное дело, что в каждом классе существуют иногда и десятки моделей от разных производителей, но мы выбрали из тех из вас, кто лично отозвался несколько недель назад на призыв откликнуться, заявить о своем существовании. И, например, вот в Нижнем Новгороде мы решили пройтись по Б-классу. Это достаточно большая группа автомобилей. Да, это такой гибрид автомобилей в кузове хэтчбэк, автомобилей в кузове микровэн, автомобилей в кузове псевдокроссовер. Ну, в общем, ярким представителем этого класса является автомобиль Nissan Note, Mitsubishi Colt, Ford Fusion, Honda Jazz, которого нет сегодня у нас на тесте. Все эти автомобили давным-давно примелькались на наших дорогах. И вот три ярких представителя этого класса сегодня у нас на тесте. И три живых человека, которые почему-то выбрали эти машины. Предлагаю с ними познакомиться. Это Нижний Новгород, это большой тест-драйв, большая страна. Это мужчина с собакой на животе. Здравствуй. Арсений. Арсений, сколько тебе лет? Мне 26. А какая это у тебя машина по счету? Первая. Вообще первая? Первая, потому что я на права всего лишь полтора года. Брат, ты случайно выбрал именно этот автомобиль? Как так оказалось, что Ford Fusion у тебя? Мне его впарил папа. Мне его впарил брат. Брат старший? Да. Который сколько лет на ней отъездил? Он отъездил пять лет и купил себе Volkswagen Golf Plus. А эту я решил у него забрать. За сколько? За 320. Ага, то есть брат еще и в Наваре. У тебя минус. Но ты кредит не брал на этот автомобиль? Нет. Хорошо, значит зарабатывай деньги в Нижнем Новгороде. Так, это Артемий, да, у нас? Брат, вот скажи, пожалуйста, от безысходности этот автомобиль оказался у тебя, правильно? Ну почему нет? Ну вот когда ты сдавал на права, действительно, какие были варианты? О чем ты мечтал по тем деньгам, которые у тебя были? Ну я учился на Ладе Гранте. И потом на то время думал, что это в принципе хороший вариант. Тоже думал взять Ладу Гранту новую. Но тебе подфартило. Брат решил сменить автопад. Значит смотри, это Ford Fusion. С каким двигателем? Бензиновым? Бензиновым. Мощность 100... 101. 101 лошадь. У тебя автомат? Да. Автомат без ручки. Ну собственно... Без ручки это новая категория. Да, да, да. Ребят, ну яркий представитель этого класса, да? Один из самых больших, кстати говоря, автомобилей. Если мы говорим про габариты. Давай открывай этот капот, посмотрим. Некоторые, например, памятная вам Светлана Зейналова, у которой был такой автомобиль, как раз на автомате, считала его даже джипом. Что, ручка? Не-не-не-не-не-не-не, я просто... Брат, как тебе удалось откусить кусок? Не знаю. Так, давай начнем с проблем по двигателю. Есть ли проблемные места у этого двигателя бензинового? По двигателю никаких проблем вообще не было. Вот поменял ремень ГРМ, это весной. Но отходил 130 тысяч отходил. Поменял сам или поменял то, что порвался? Не-не-не. Ничего не рвалось? Вот это что такое? Вот это что такое? Подождите. Я менял аккумулятор, и он вообще не подошел. Так. Ну то есть это как? А, вот так. Да-да-да-да-да-да. Такое крепление. Так, автомобиль какого года? 2007. 2007 года. Брат 6, 100. 100 лошадиных сил. Да. 101 лошадиных сил. Я собрал новый. Да, то есть в семье постоянно эта машина была. Брат, какие проблемы, брат, у этого машины были? Теперь кроме двигателя, по ходовой, по кузову. Ну как? Амортизаторы ходят тысяч по 60 точно. Надо менять? Здесь оригинал. Не, сейчас ничего не надо, я уже все поменял. То есть когда мне брат дал, с ней были кое-какие проблемы. Сколько тебе стоил-то ТО на нее и колодки? Ты делал что-то? ТО я уже не делаю, но официал. А, нет? Последний раз я делал замену масла, балансировку, амортизаторы поменяли. Это вышло где-то в 10 тысяч. Но я стоял не оригинал. Оригинальные запчасти в два раза дороже. Вот сейчас я ремень ГРМ менял, там все оригинал. Еще прокладку поменял. Что там еще? Свечи тоже поменяли заодно. Это вышло в 16 тысяч. У официалов. Хорошо, ты очень компетентный, Артемий. Ну мы посмотрим, как девушки-владелицы так же балакают. Брат, ты тогда присядь пока. Да, потом мы вернемся к тебе для того, чтобы посмотреть, как выглядит салон автомобиля Ford Strux. Долго пришлось ждать руку, замерз. Все, садись. Садись. Так, ну теперь мы приглашаем звезду нашего сегодняшнего выпуска, женщину на автомобиле Nissan No. Господи, женщина в ботиночках. Рыжая, как вас зовут? Елена. Леночка, вы искусственно рыжая или настоящая? Настоящая. Правда, такая и есть? Да. И ноги свои? Свои. Прекрасно. А чьи они могут быть? Леночка, это ваша какая машина по счету? Первая. Вообще первая? Ну, своя личная, да. А как она попала в ваши руки, почему вы выбрали именно ее? Выбирала цена-качество. Ну, ты реально смотрела журналы, сайты какие-то, да? Да, да. А почему именно Nissan, почему именно вот такая машина? Ну, во-первых, я хотела изначально Juke, а Juke только появился, и непонятно было вообще отзывы. Но в эксплуатации плюсы-минусы. В эксплуатации, да. А Nissan Note уже проверенная модель, то есть к ней вообще претензий нет, насколько мне сказали через знакомых и в интернете отзывов. А как вы ее нашли конкретно эту машину? В автосалоне. В автосалоне. То есть она новая? Новая. А это вообще нулевая? Да, нулевая. Ах, это нулевая машина. Сколько она у тебя? 2012 года она. Сколько ты проехала на ней? 35 тысяч. Какие были за это время проблемы? Никаких. Вообще никаких? Вообще никаких. Сколько ты отдала на сервисе денег за ТО? Смену масла и так далее? Первое ТО 10 тысяч, второе ТО 18. Так что у тебя за двигатель? Автомат. Женщина за рулем. Хорошо, 1,6 бензин, правильно, на автомате. Ну, скажи, пожалуйста, а есть у тебя в семье, кто заботится об этой машине, или ты самостоятельно лидер, ты все сама делаешь. Все сама. Все сама. Балансировку делаешь. Кстати, можем тебе помочь в поиске жениха классного. Есть у тебя жених? Я рассмотрю. Хочешь жениха? У тебя какой рост? 175, да? 176. 176, так с презрением, 176. Отлично. Ребята, можем помочь девушке, да? Пишите. Пишите. Страна собака btdrive.ru, если вы хотите скрасить жизнь этой прекрасной лени. Лена, а где вы работаете, Леночка? В строительной компании. Ну, то есть вы бизнес-вумен, правильно? Почти. Почти, да. Ну, шамы, откройте, пожалуйста, нам этот самый автомат, который двигатель. Знаете, где он открывается? О, женщина знает, где открывается. Отлично. Здесь открывается сама. Ну, когда-нибудь отходим. Ты знаешь, представляешь, что там находится под капотом? Береги носки. О, женщина держит капот. Слушай, грязь там у тебя. А 35 тысяч прошел. 35. Не моешь ты его? Внутри здесь не моешь. Ни разу. Ну, какие-то проблемы были по двигателю? Нет, не было. Только масло? Только масло. Ну, и жидкости. Удобно заливать? Да. Хорошо. Ладно. Ну, все. Тогда отправляем Лену тоже в салон своего автомобиля. Лена, присядь в салон и мечтай о мужчине, который отзовется. Я уверен. Уже отозвался. Уже отозвался. Друзья мои, тащи, вот посмотрите. Кстати, очень-очень легкая Лена. Для своего роста. Ну, и третий автомобиль на сегодняшнем тесте марки Mitsubishi. Автомобиль, правда, трехдверный. В трехдверном кузове. Не нашли мы в Нижнем Новгороде пятидверочек. Не нашли Honda Jazz, кстати говоря. Как вас зовут? Кристина. Ну, душа моя, пойдемте поговорим немножко. Кристина немного смущена. Смущенный Сергей, потому что здесь за кадром стоит муж Кристины. И он на больничном. И он боксер. То есть, если он меня ударит, ему ничего не будет. Он на больничном. Кристина, а в каком году купили аппарат? В 10-м. В 10-м. Это была новая машина? Да. А почему именно Mitsubishi? Влюбилась. Как? С первого взгляда. На картинке? Нет, в салоне. В салоне? Да. А что-то еще смотрели, кроме... Да, был Renault 7. Мэмбл, седан. Ну, как-то прям, ну, не то. Увидели эту и влюбились. А немцев пробовали? Пробовала. Не хотела в качестве первой, боялась. Почему? Вот что опасает? Не знаю. Ну, как-то вот нет. Сервис? Не знаю. Не могу... Сколько машина прошла за это время? Почти 60 тысяч. Ого. Что пришлось делать ей? Какие-то проблемы были? Сменить блок. Так, вспоминаем. Подгружаем необходимую информацию. Блок Мальбор. Хорошо. Просто блок. Нет, там был предохранитель на... Ну, это не о чем. ...аккумуляторе, да. Да ладно, окислился. Штук 60? Ага, значит, проблема с электроникой может возникнуть еще. Так, а чего окислился? Окислился? Говорят, долго стояло. Ага. Так, дальше. Плановые этого были? Конечно. Сколько стоили? Первый был самый... Ну, где-то в среднем тысяч пять-семь, получается. Не дорого. Да. Страховку оформляли? Конечно. А сколько на него каска? В этом году 50 с хвостиком. 50 тысяч? Вот на эту малютку? Да-да-да. А в начале, когда... Можно купить за 50 тысяч... Порядка 70. ...вас какой-нибудь. 70 тысяч, когда была новая. А стоила она? 420. 420? 70 тысяч? Это до хрена, ребята. Это очень много, это очень много. Да-да-да. А почему? Что, угоняют или бьют? Не знаю. Или у вас прав не было? Ну, я через неделю-две... Тебе было 14. Хорошо. Что за двигатель? 1х1. 1х1. Коробка? Механика. Механика. Ты что, топчешь тапки? Нет. А что ты делаешь? Передвигаюсь. Нет, я имею в виду, ты... Ручку, да, эту там... Да. Тебя это не смущает никак? Нет. А двигателя этого хватает? Вполне. А сколько лошадиных сил? 75 заявлено. 75, хорошо. Ну что, давайте посмотрим по традиции уже двигатель. Да. Поднимем капот. Откройте, пожалуйста, Кристина. А у мужа есть машина? Да. А у него что? Приора пока. А у него Приора? Да. То есть в этой семье ты кормишь? Да? Ты кормилица? Можно сказать, да. А почему не моете маку? Ты больше мужа зарабатываешь, да? Нет. Нет? Мы работаем в одном месте, на одной и той же должности. Он пропивает свои деньги? Ну, двигатель, покажите, двигатель 1.1, совсем маленький по объему, причем... Настолько маленький, что ничего нет. Три цилиндра, да. Я поэтому смотрю, вот смотрите, какое количество... Да, свободного пространства. Ну, для передвижения, наверное, в городских условиях. Дети есть у вас? Идеально. Все хватает. И завершить обгон, там, я не знаю, да, и перестроиться. Ну, вот, пожалуйста. Ну, все, подкапотное пространство у всех не в самом лучшем виде, да? Ну, что же, не в самом? Просто не хотят мыться. Так, ну что, товарищи? Тоже отправляешься в салон? Да. Спасибо. Присядь, Пуксик. Ну, что, парни, вот мы и в гостях у Арсения. В гостях у сказки. Да. Ну что, брат, 2000... Какого года аппарата? 2007 года. В принципе, от Форда многого в плане отделки не жду, да? Ну, вот скажи, плечи двигать. Да, двигаешь, потеплее будет. О, акварель это будет здесь. Да, шинеть. Разрядился? А зачем, что стоял-то с ним? С включенным. Так, а фары-то включили. Так ты с мотором бы стоял. Брат, у нас есть штука, которая реально может спасти положение. Да, но позже. Но позже. Но мы ее не зарядили. Она заряжена. Заряжена. Значит, ребят, ну, давай я с заднего дивана начну. Ты не самый габаритный водитель, но я помещаюсь сзади. Причем здесь есть выемка, да, в водительском кресле. А вот здесь вот, посмотрите, покажу у себя. Здесь еще и вставка такая пластиковая. По правилам русского языка он говорит так. Ты не самый габаритный водитель, поэтому я помещаюсь сзади. Ты не самый габаритный по правилам русского языка, именно так надо говорить. водители поэтому я помещаюсь сзади спереди нет ручки чтобы держаться с устрашимому пассажиру значит что еще есть прекрасный самый козырек с пластик давай пластик карты картишки брат зачем ты возишь карты причем карта по моему какие-то необычные с алибабой не это не либо кадры из любимых фильмов гайдая серьезно сколько стоит такой комплекс на обледись но поигрываешь не самый прикол это вот так ну-ка показывай так вот крутишь ручку это круто безотказный люк дастик ну а не заклинивают ничего никаких проблем нету ты только не сломай логи 21 ты зашка активе на бюджет зато зато бюджетно зато бюджет но и не сломается не замерзнет значит у меня вопрос что вот это такое зачем а это 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 радует сиденье целиком перед она для того чтобы вот это обжибаритный груз общее пространство да и откидывается спинка заднего дивана а что у нас за пластик дед сереж ну дубовый не мягкий или зубу орнамент называется странный кофе какие-то зерна расщепленные вот этот блок с магнитола из климат-контролем отсылает нас ford focus второго поколения да вот когда он обновился 6000 да 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 руль такой же как и в фокусе те же будут работать сечу значит значит проблема не с аккумулятором за кому вот что мне нравится хотя не регулируется уже дальше седло у тебя какой-то грязный такой еще и зубу какой силу из макдональдса еду седло у боярского грязно пол жиром каким-то фиксируется фиксируется до фиксика кто он плохо уже плохо фиксируется неплохая ткань она еще сохранилась смотри а тебе не узко в принципе сидение в кресле значит плюс в том что что многие владельцы на форумах специализированных жалуются что узко узкая спинка сидения плюс в том что значит есть барашек да ты можешь менять наклон это важно они ступеньками ну и в целом суши относительно легковой любой машины здесь более высокий потолок да все-таки ты свободно сидишь и украины можешь еще чуть-чуть подвинуться я просто хочу посадить но вот мы с семеном сидим на заднем диване вполне себе комфортно да а какие-то какие-то скрытые бардачки я не знаю эти полочки что-то падает под этим сидим откидывается сиденье само откидывается а шапка класс класс кондиционер кондиционер жрет мощность когда ты его включаешь летом или ты уже не пользуешься кондиционером почему пользусь так особо это не не хорошо здесь вот какие проблемы есть по салону не знаю сверчки что-то так вообще нет интересно особенность на четверки дует хорошо первые три не работают то есть принципе это болезнь фьюжинов потому что 4 как-то идет напрямую от движка первые три через какой-то предохранитель он вообще когда горит уже приходится либо ты сильно греешь либо в общем когда где-то случилось полгода назад но теплевая но я зимой всегда на 4 ну и я обращу внимание наших зрителей да вот на эту выемку уже ставшую классическую да для всех автомобилей в этом классе но компакт вэнов микро вэнов которая вот увеличивает объем для задних пассажиров ну что давайте перебираться в автомобиль nissan ноут сейчас переберемся потом ты и пока подумай что нам еще рассказать надо провода кинуть ну что ж друзья мои мы в гостях у лены девушки которая ждет сеня покажи пожалуйста самая главная деталь в этом автомобиле это прекрасные ноги а можете немножко пошевелить ими как вы переключаете педальку многие что надо лена значит машина практически нулевая самая свежая стеркси чего не-не-не-не-не я про ноги ноги нулевые ну что на что обращаю у тебя есть регулировка по высоте сиденья нету как не нету да да вот есть 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 вот это есть если она просто не знала что это за рычаг значит опять же тоже есть барашек до для того чтобы регулировать что необычно да для ну таких бюджет 7 покажи опять же смотрите да это так так такой обязательный атрибут кресло водительского в этих во втором уже автомобиля но здесь подлокотник не регулируется по высоте на он то есть он он не фиксируется так пользуешься подлокотником или мешает нет как мне кажется 7 покажи здесь более широкие кресла спинка вот она сама по себе более широко пускай может быть не такой модный крой и вообще общее ощущение от пространства что его больше вполне возможно связано с тем что лена сидит слишком близко к рулевой колонке но мне здесь более комфортно с другой стороны но я не знаю как тебе я сижу гораздо ниже чем во фьюжен то есть во фьюжене ты чуть чуть выше чем чем водитель и пассажир переднего сидения поэтому здесь мне очень комфортно потому что вот вот это кресло оно такое высокое как будто я вот меня утопили вниз давай с пластиком разберемся этот мягкий здесь понятное ну да ты до него же не дотягиваешь ли на ты используешь вот как-то вот это пространство нет ну там шаверма положить или еще чего-нибудь там нет диски разложить сумочку кинуть видишь много мест здесь какой как будто это минивэн такой сумку кинуть кида кидаешь да значит нет проблем с кондиционером климат-контроль все нормально все хорошо все нормально вообще что-то тебя выбешивают в этой машине скажи внутри так а колонка скажу у тебя регулируется рулевая по вылету и по высоте по высоте только по высоте она смотрите центральный замок находится вот здесь в низине блин быстро зимой нагревается сиденье сиденье быстро но очень удобно вот покажи покажи вот если у вас опущен подлокотник рукой правой не удобно очень интересное решение с подстаканниками да и вот 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 с этими покажи подстаканники да 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 ну мне кажется не сам не пользовалась когда-нибудь этим подстаканниками а что ты туда ставила кока-кола ну и удобно оттуда доставать во время движения то есть ты не отвлекаешься от дороги потом покажи серы вот этот да 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 вот ну это понятно не надо штрафы будем показывать открой бардачок и вот это выемка да еще есть бардачки ну то есть он такой двойной бордачки ну знаменитые тамará спец фото хоть и обувь крем а можем простить на дитой то чего не но надень пожалуйста смотрите нужно но можно няпни даете должны любит поиграться зимки да конечно о слушайте такие модные очки крот вылеза до кого ну главный плюс этого автомобиля и его отличие от фьюжина это вот у тебя есть возможность показать дастей это трансформируемый задний диван точнее сказать вот эти салазки которые позволяют вам изменить посадите как я свободно вообще сижу то есть по внутреннему пространству пока этот автомобиль однозначно выигрывает у ford fusion вот-вот я могу вот по-хорошему сесть даже закинув ногу впервые узнала что это что эта опция есть скажу со обычно ты в автомобиле одна женщина кто с тобой друзья ну сколько человек женщины скажи пожалуйста ну а вот в целом у тебя есть молодой человек есть там они как же как есть мы тебе ищем тебе молодого человека хорошо другой вопрос ну а вот как-то была у тебя возможность не знаю обниматься со своим молодым человеком удобно вообще мне все удобно в этом мне еще нравится то что высокий потолок мы ты же сама высокая да сама высокая и как-то более объемный кажется и тем более мы лыжами занимаемся поэтому сноуборд и лыжи сюда помещаются вмещая где при этом молодой человек сиденье все нормально то есть ты возишь своего мужика оба даже камера не выдержала даже камера не выдержала она возит своего мужика а у него есть автомобиль а у него какой автомобиль например приора но хорошо волга но уже насколько кстати прожорливый мотор вот сколько ты тратишь на бензил сколько он ест рублях или в литрах давай в литрах сначала просто в рублях нам будет сложно среднее сколько выключай так и чёрт 8 и 9 это в среднем да а тебе хватает этого автомата двигателя для того чтобы динамично ездить по городу как ты ездишь по городу как мышь или как у меня такая активно адрес хватает до его нет такого что ты педаль пул англ ничего не так они лучше клеить камеру лучше клеить но все давайте переберемся в митсубиши кольт мы совершили преступление мы призвали людей писать женихов жених есть ничего страшного разберутся знаете как-нибудь но дуэль вызовут друг действительно ну а когда вы обнимаетесь вы вот так вот обнимать все выключаю они сидят вот так меня не было в этом автомобиле вот чужих женщин не обнимают чужих она же сказал что у нее нет никого мы ничего не слышим слушайте вот как хорошо когда у женщины есть волосы такое ощущение что я снова в детстве и рядом со мной моя любимая и обнимать любимая игрушка баллонка здравствуйте кристина еще раз ощущение что все видят друг друга впервые слушайте здесь самый жесткий пластик из всех с другой стороны самый он такой более модный очень похож по фактуре на пласти которые во фьюжи не да но то есть таки таки но во фьюжи но во фьюжи он чуть-чуть мягкий надо сказать что здесь пластиковый руль в этой самой в ниссане ноуте тоже пластмассовый руль и только во фьюжи не он кожаный только во фьюжи душа моя познакомь нас пожалуйста с дракоши что за дракон это беззубик это из мультфильма да как приручить дракона а вот это кто это пусик это мне подарила мама пустик так вот как она выглядит хорошо так у тебя ручка правильно 5 передач ну и скажи просто вот какие есть проблемы брат в этом и в этом авторах у тебя же набрали ручная регулировка зеркал да и самая-самая база комплектация вообще дешевый дешевейшие и при этом страховка на пятом году же на каком на пятом году жизни 50 тысяч вместе в год сказка 54 сумаса очень похожи дефлекторы на дефлекторы во фьюжи не причем даже вот эта окантовка до круг дефлекторов она тоже такая под металл магнитон вставляла сама почем сейчас магнитола то я уже не помню это было 4 аудиоподготовка есть или колонки тоже приходилось так но место вот кристина но ты-то удобно сидишь откинг 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 а ты можешь еще чуть-чуть все таки ты девушка не так ко мне ко мне ко мне поближе просто да чуть-чуть я просто ну понять если сергей бы сидела на водительском неудобно так так лучше не могу сказать что семену как-то вот было бы крайне некомфортно а с другой стороны знаешь вот дискомфорт ощущаешь от слишком низкого потолка потому что мы с тобой все-таки высокие 185 186 и вот пространство именно над головой не хватает это главное отличие от ноута и от фьюжина да потому что все таки это такой автомобиль который больше похож на хэтчбэк тем более что он трех двер но место сзади за кристиной недостаточно мной и за и за тобой достаточно места более того здесь пол очень похожи на фьюжин и ноута такой но практически плоский пассажиру мне неудобно что сразу практически вот под таким углом подъем пола вот где-то вот так вот да ты сидишь и чтобы тебе было комфортно да тебе нужно отодвинуться назад можно сидеть и так но тогда ты оказываешься как на табуретке а если ты сидишь нормально у тебя ноги в таком как-то приподнятом несколько не настроение на состоянии вот удивительно у них у всех плоский пол а у этого с подъемом ну ты помещаешься в сиденье сиденье нормальная она хотя твои плечи вот вываливаются но не выводы сам по себе просто грунт и не крестина кулина ты не крестина не а ну мне больше всего пока нравятся ковши во фьюжине именно потому как они скроены да несмотря на то что там вот чист в чистом виде тряпка на второе место я бы поставил именно по дизайну ковши они просто жиром облида нет вот здесь митсубиши и на третьем внутрь просто они там какие-то совсем невыразительные но минимум здесь да у тебя как регулируется руль по высоте по вылету нет нет только по высоте так а вот так хорошо как с обзорностью здесь зеркала стойки не мешают очень долго причем потому что когда даже останавливаешь на пешеходном переходе которые высокие или которые так пешеходов видно здесь приходится либо вперед либо назад в эту и очень удобно так широко очень если к ней привыкнуть ну смотри ребят она не только вот здесь вот серая но еще и внутренняя сторона еще и до внутренние вот видите это одна кто где стекла я вот штука ты права так бардачок посмотри так есть что запрещено таблетки а нет очень интересно решение выемки для монет монетница прикол вот это интересно печка быстро нагревается при таком малообъемном так у тебя нет соответственно подогревать и под и подогрева сидений да нет а как ты греешься как попыток остынет знаешь не то не заведешь ее быстро очень нагревается хорошо ну а ты в четвером у вас есть возможность передвигаться 2 бывает так что в четвером ездили и как и авто вот этого двигателя один на один хватает в горку нас в багажнике было еще две гири пошли 65 килограмм а куда вы везли гири стоп топить одного из петельных всех сразу всех сразу ну что теперь нам надо с тобой проверить багажнике давайте проверяем багажнике у всех трех автомобилей вы сами оцените машины конкурент друг друга да что тебе нравится чего тебя бесит итак приступаем к досмотру багажников арсений открой нам просто багажник этот открывается с кнопки с ключа правильно и вот смотрите первое что мы видим лопата зачем тел ты бил человека лопатой а ты застревал набор языки масло от компании ford но это просто выкидываем сразу да 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 так набор инструментов а вы не хотите подержать а у вас за вас заняты руки ну так давай вот тряпочки тряпочки а чё это за тряпочки это наволочка нет пока ты спишь на такой подушке ты стелил ее куда-нибудь или вытирал ей что-то вытираешь так а полотенчика дай просто зелененькое давай давай посмотрим вполне себе кстати пригодное полотенце можно расстелить лена было такое что с полотенцем управляться пришлось нет давай а улякся на бочок как посмотрите как ему тесно вспомните недавнее видео про rapid да 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 это даже лечь не может просто он боится что в задницу вопьется да нет 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 ну собственно говоря вот это пространство можно полноценно использовать только если вы раскладываете второй ряд сидений до задний диван значит не самый большой багажник мяч давайте теперь к не со мной объясните мне почему вам зачем вам зачем так приходилось копать можно вас попросить подержать в руке лопатку как вы будете копать во первых багажник составной но составной да очень многие европейские производители используют такую систему записка ладно деньги какие-то взятки значит во первых пол вот эта самая поверхность она ниже хотя сам багажник вот видите я но не поместится но тут мы вспоминаем о том что можно подвинуть вот мы подвигаем вот эти салазки еще записка что написано ольга михал да уголь уголь люди покупают богато живут ты когда последний раз себе мог позволить купить уголь только активированный а вот так вот смотрите я разместился в багажнике причем ну-ка попробуй закрыть давай а когда открывать не сказал пойду победу так да у меня вопрос лена вопрос скажи пожалуйста вот тебе номера приболтали вот этими специальными наручниками такими да сеть а у вас стырят номера в нижнем ну были случаи но мне повезло у меня интервью давайте такое ощущение что на кладбище человека везут когда ты оказываешься в багажнике и рядом с тобой лопата а это вообще можешь выкинуть зачем это запчасти не нужно вот но этот багажник больше правильно чем во фьюжи однозначно однозначно так ну что теперь коль хочешь быть в багажнике а чё то есть реально там была тянуш водился нет сама залазила дорогие друзья кристина уже побывала в багажнике твое ощущение от багажнике мало место мало так это багажник для ног отдельно взятых а чего вытащили это отсюда я-то думал здесь тоже лопата будет нет лопаты так вот пожалуйста преобразовать какой-то все остальное неинтересно и держи сейчас попробую а у тебя не откидывается задний диван вот посмотрите откидывается не должен а только вот это на эта часть не а ладно нет смысле вот это тоже тоже нет ну вот так если ехать а задние пассажиры вот так у них спина вровень они сидят по рейсингу не ну только небольшая собака поместится я не помню поместится вообще вообще маленький багаж да да самый маленький багажник в этом автомобиле сусом в четырех дверном вернее в пяти дверном больше боли больше прилично больше достаточно так машина вот ну что товарищи а теперь участники эксперимента ознакомиться с видом салонов друг друга да да займет некоторое время но потом поделиться своими впечатлениями ну что брат скажи какие ощущения первые не ну в принципе до переднего пассажира место есть но вот это что-то меня вообще не бедновато очень бедного но слушай но вот по конструкции по использованным материалам мне очень напоминает фьюжин такой же пластик до мнениям я в целом говорю если не присматриваться такая минимализм ну да очень очень все просто за трогой удобный большой великоватый удобно сидеть в кресле водительском не вот так вот вот так вот сидеть вот то есть как бы более развалившийся тут можно развалить это боковой поддержки до подлокотничка для тебя но я уже привык посадки капитанской то есть я здесь ниже за не всегда тут ты сидишь да то есть вот так как-то ты прижим зажмурился его да хорошо давайте давайте спасибо а ну и этого нету подлокотника тоже нет к сожалению но кристина какие первые ощущения от машины богата во первых богаче во вторых ну машин на ней будет человек но всяких ящичков бардачок вообще здесь один как у меня багажник размером бардачок большой кондиционер все есть ну в общем тебе комфортнее здесь чем в своем автомобиля посадка по посадке как тебе примерно одинаково от по водительскому судить то есть здесь пространство больше свободного над головой до объема больше сразу в салоне и сам он мешает тебе здесь столько давай я появлюсь вот он пешеходы появляется так вижу здесь лучше конечно обзор обзор лучше до материалы богаче или просто новее ну и побокаче и поновее не знаю мне вот такой пластик он не нравится потому что он очень быстро засаливает но он такой матовый час модно но даже не то чтобы матовым как будто как эффект прорезинен да 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 и покажи 7 обязательно вот с этой стороны рулевое колесо я не знаю с чем это связано но посмотрите как быстро да вы потерял внешний вид вот этот пластик который на рулевом колесе вполне возможно это связано с тем что он постоянно контактируется с колготками и сюда иди сюда повод иди сюда но я не я не думаю что это тональный тональный крем посмотри где синтетика баранка колесо вот видишь с этой страны шум желтый такой колготки чудотворящие не либо у тебя потеют сильно руки потеют руки нет не по тематике значит колготки тоже такой же такую осенью все 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 показывает отлично свеженькая но вы еще попробуйте на язык парни первое мое субъективное впечатление я в каждое стекло вот так нагибался на локтях здесь мне ощущение что во фьюжен мне приходится приседать просто на ногах то уровень вот крыши он ниже чем в других автомобилях которые у нас сегодня на тесте хотя владельцы этой машины называют посадку капитанской да как будто вот высоко он сидит но что ты чувствуешь в этой машине более низкая посадка так чем в троих чем мои а роскошь как тебя устраивает нет ну как-то неудобная панель почему неудобно ну как-то вот она как обрубленная прямая так удобно кнопками а руль зато потрогай вот его он кожаный не как у тебя дерюга синтетическая дорогой руль обычный руль обычный руль да и здесь колонка регулируется по вылету и по высоте но то есть можно так но здесь у нас тоже хотя нет здесь электрорегулировки боковых зеркал в ноуте тоже самое но в целом как ты себя ощущаешь это похоже вот ну по классу я не знаю по ощущениям на то что ты испытываешь когда оказываешься за рулем своего автомобиля нет моей более комфортно более комфортно хорошо 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 спасибо и вот ты в люкс автомобиле самый дорогой из тех которые у нас сегодня да на то есть самый свежий самый новый как ты себя чувствуешь в этом кресле но это сразу чувствуешь шире чем у тебя но что ты чувствуешь кипе в сравнении с твоей машины что здесь по-другому ну тут сразу видно что вот салон более как современно сделан более красиво модней отделка да модненько так все подороже да хотя бы как бы все такое вот по 5 сколько два года вот это все такое свежий даже почти 5 скажи просто чего остаются обычно в таком месте пятна все потеет ему страшно ну тут еще вот какие-то кайфики не надо заострять на этом внимание нет или это старт или это финиш что-то одно из двух в целом скажи как сидится здесь под пространство над головой обзор все отлично да вот с ключом я не только не смог разобраться но это стал бы брат но в целом эта машина производит лучшее впечатление чем твоя вопрос как она стоит хорошо это когда вы сберете да и ты не забывай что здесь двигается до задний ряд сидений для того чтобы можно было увеличить там багажник объем багажника но все такое трансформирование откидывает а вот эта штука не откидывается не эта штука не откидывается да это минус и уже можно запилить его фьюжен можно полностью откинуть сиденье вот это передняя понимаешь да и ровный пол разместить холодильник мы недавно выяснили что в твоей машине кто-то колготками портит руль изнутри ты не снимаешь себя ответственности да нет она не снимает себя колготки и на сиденье какие-то странные пятна но ничего леночка что ты чувствуешь себя в этой машине как ты чувствуешь немного скучновато что значит скучновато ну а красные сидушки спорт нет управление рулевого управления магнитолой так сама панель как-то не очень очень простенько по материалам бедненько я бы так сказал ну а обзор у этой машины как вот тебе мешает вот эта стойка вот если я но мне мешает лично не видишь его вот так вот нет вообще не вижу да отлично ну а дракоша тебе нравится одна зубы не нравится да а вот это пусик и пусик вот внизу сидим ты возишь в машине какие-нибудь игрушки а игрушки для взрослых нет окно все идемте перейдем разумеет надо не нравится кристина несмотря на то что ты вот красивая молодая девочка стала женой недавно да и у тебя появилась какая-то размеренность вкус к жизни неспешный семейный вот скажи пожалуйста вот эта машина она хуже твоей ли лучше хуже почему она хуже для меня хуже тем что ну вот торпеда на интересные там может качество пластика она хорошая но лучше он мягче чем в твоем дорогой за но как-то вот глаз не радует так такие же вот эти как у меня практически так уж кожи в коже до руль в коже но вообще как ты сидишь здесь здесь простора больше чем у тебя мне кажется у меня пошире будет пошире до субъективно да да есть плакать зато ну а что за люди покупают эти форды фьюжн как-то но мне знакомый с фордом фьюжном семейные нет молодые молодые блудники просто ездить на природу хорошо итак друзья мои я попросил наших прекрасных девушек и арсения отдельно оценить автомобили но не конкурентов а так сказать своих собратьев по классу б леночка соответственно какой машине из чужих ты дашь ноль баллов а какой единицу форт единица так 0 0 0 так кристина у тебя соответственно вы не бойся не станут и форд если вы будете царапать друг другу глаза мы дружно nissan единица так ford 0 ford 0 значит сейчас у нас есть один балл у ноута и один у форда и арсений кому ты дашь единицу кому ноль я не знаю чтобы было все по честному не по честному как тебе вот понравилось ну тут сравнивать нечего не сам единица окей значит математика очень простая nissan 2 балла 1 0 балла да но к сожалению на нашем тесте еще раз повторю не пятидверная версия нет у нас honda jazz автомобиля нет у нас того же рено sandero который с натяжкой можно было бы тоже в этот класс до затянуть ну в общем вот такие вот результаты ну и нам сергеев надо проехаться для того чтобы иметь собственные представления собственные впечатления от этих трех автомобилей и уже будем финализировать итоги нашего сегодняшнего теста ну что ж друзья мы сейчас проехали с рустам ивановичем примерно по маршруту такой же протяженности что дают обычному потребителю в автосалоне прокатиться вокруг автосалона дилерского центра да и что-то успеть понять значит от себя лично впечатление следующие ни одна машина не выглядит тупой несмотря на то что два аппарата ford и nissan на автоматических коробках а кольт на ручке это самое большое откровение для меня да что касается mitsubishi действительно очень живой мотор для объема 1 1 атмосферник сенсационно живой мотор она едет до меня приятно впечатлил ford который действительно тоже достаточно живой правда он не тупит он действительно живой но ты в нем едешь и ты понимаешь это такая машина на каждый день рабочая лошадь что называю единственный минус именно конкретно этого автомобиля это его возраст правда ты понимаешь что ты находишься в автомобиле с очень большим пробегом с очень большим сроком эксплуатации потому что гремит скрипит сверчки в общем он немножко разболтан но чувствуется что братья и мы за разоги и запах вот именно внутри когда начинает дуть печка такого но старого автомобиля я думаю вы представляете к на четверке не я понимаю ну вы понимаете о чем я говорю но едет этот автомобиль с двигателем 1.6 105 лошадей с этой коробкой абсолютно адекватно но наверное как и следовало ожидать вот у меня личное впечатление что самый серьезный такой аппарат не самый шустрый потому что самый шустрый кольки кольда с двигателем один на один да но самый серьезный в плане настроек подвески плане не слишком спортивности но адекватности работы коробки мне понравился nissan на вот он какой-то с такой на серьезный автомобиль вот в него можно сесть да и он едет как нормальная тачка уже такого достаточно большого габарита достаточно тяжелое комфортное и достаточно динамичная ну для меня правда очень большим откровением стало что nissan ноут несмотря на то что когда я вижу на дороге этот автомобиль и у меня внутренне вот закрадывается вот такое ощущение блин ну господи но он же веселья полива деревян он весь какой-то вот но неправильно он весь вот как а он неделю а он не от 1 он не деревянный он отлично едет более того более того вот это есть некое предубеждение да в японских автомобилях неплохой двигатель коробка коробка наверняка будет тупой слушайте тоже просто фантастика автомобиль едет и он правда он может быть даже несерьезный он он за он практичный однозначно он практичный он на каждый день он актуальный он актуальный да он еще свежий но в принципе вот в этой битве трех автомобилей без заговорочную победу одерживает вот именно наверное в совокуп вот если все эти факторы плюс раздвижной сада да 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 на все таки не станут правда мы должны выпроводить скоро на историческую уже сцену то что модель снимается с производства в россию обновлены nissan note официально как заявляет представительство компании nissan поставляться пока не будет кстати странно потому что она достаточно удачная как показывает практика а что касается второго места и третьего то я честно говоря однозначно вот разделить его не могу артом и тем же кольтом да совершенно не могу потому что действительно на ручке с этим небольшим моторчиком аппарат заслуживает достаточно пристального внимания но и это городские автомобили это тоже отдавайте себе отчет ребят если вы хотите простой неприхотливый в эксплуатации городской автомобиль обратите внимание на все третьих автомобиля понятное дело что на вторичном рынке дешевле наверное будет стоить кольт потом наверное форд дороже всего но с этим годом выпуска автомобиля стоит у нас nissan note он практически там за 500 тысяч практически нулевочка практически нулевочка ну в общем наше впечатление от этого сравнительного теста да ну что ж друзья мои если вы хотите участвовать в наших сравнительных тестах пишите страна собака betadrive.ru потому что нас ждут такие города как казань самара уфа екатеринбург и челябин но самое главное каждый участник сравнительного теста получает сертификат на полную замену масла на масло от компании матюль я ребята вам честно могу сказать перед тем как мы отправились дорогу я на своей машине поменял масло да у меня было обычное дилерское масло ну скажем так зелено-серое вы понимаете о чем я говорю после того как я сменил на матюль 800 у меня реально мотор стал работать тише намного тише намного комфортнее потому что это полностью синтетическое стопроцентно синтетическое масло короче все другие производители не будем называть их используют следующим 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 маркетинговый прием в нашем законодательстве но есть такие нормативные акты которые позволяют продавать не полностью синтетическое масло на нашем рынке то есть вполне возможно что вот в этой канистре которую вы покупаете 40 50 60 70 неважно ребят матюль гарантирует что то масло которое покупаете если там есть надпись стопроцентная синтетика не пул стопроцентность это сто процентов синтетическое масло да и так мы поздравляем наших участников и вручим им сертификат и так друзья мои обещанные подарки каждому участнику сегодняшнего теста наши фирменные полиэтиленовые пакеты от компании матюль что входит в набор юного матюль автомобилиста во-первых универсальный мультизащитный спрей baby замок в резинку уплотнителя чтобы дверь зимой не прилипала против мойки куда угодно если что-то не так лей спрей дальше кепка на девочку матюль специальный hands cream ну-ка hands cream сюда короче ребята матюль производит не только масло ну и специальный крем да вот выдавливать вот видите у меня ручки грязные все ручки за ручки будет чисто сейчас я в эту вату надо значит флешка специальная на на 4 гига прикинь ну набор наклеек различных да ну не знаю можешь в сарай где-нибудь себе приклеить и самое главное друзья мои официальный с печатью сертификат подарочный от компании матюль разовая замена масла любого объема который тебе нужен я не то чтобы завидую да я просто хочу сказать я рад за тебя христина что у тебя теперь есть масло матюль какой бы хорош у тебя не было масло до этого теперь двигатель будет чувствовать себя еще лучше такое ощущение что он получил бабки а я нет это отрабатывает как никогда отрабатывать наоборот он получил а я еще собираюсь получить так тебе пакет с набором арсений точно такой же набор тебе и тебе лена точно такой же набор себе есть что подарить парню на 23 февраля по традиции возможность передать привет тем зрителям которые будут смотреть и тыкать пальцем о это же крестинка привет росатому росатому привет так понятно я тоже передам привет росатому но еще я передам привет своей любимой девушке ксюшеньке родителям и друзьям леночка ну и ты передай привет всем друзьям коллегам любимым маме папе коту и андрей привет чё за андрей чё за андрей возникла дискуссия какому русатому она сказала привет русатому а он говорит росатому короче говоря всем привет а кому я должен передать привет привет нашему видео гуру артемию да артемий артемий привет он наконец выучил твое имя артемий все ребят вы смотрели первый сравнительный тест в рамках нашего большого путешествия по нашей большой стране пишите страна собака betadrive.ru если вы хотите чтобы ваш автомобиль оказался на нашем тесте и вы стали тоже счастливыми обладателю сертификата от матюр красивше говорить вот смотри вы хотя я вот а ты в курсе почему 300 в нет ну-ка в твои версии 100 вольт нет еще варианты 300 в ну давай 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 да ты владимир нет ну нет ну нет еще пуль ну как виктори 300 побед 300 побед короче говоря друзьям надо говорить так если вы хотите оказаться на тесте а в вашем автомобиле хочет оказаться масло матьюль пишите страна собака betadrive.ru получай масло матьюль береги свой автомобиль товарищ для наших тестов большой тест-драйв отправляется большое путешествие по большой стране нижний новгород казань самара уфа челябинск и екатеринбург мы честно расскажем и покажем чем и как живет большая страна если ты товарищ хочешь стать главным героем наших выпусков из твоего города если ты хочешь получить много масла от компании матьюль больше масло матьюль сынок и совсем много масло матьюль участвует в наших специальных выпусках большого тест-драйва пиши страна собака это драйв . и выиграй это масло сынок слушайте нас каждое утро на маяке смотрите наши специальные выпуски на нашем канале на ютюбе большая страна большой тест-драйв стань героем поиграет масло мы актеры зато масло честному раздает пиши